Почти полсотни объектов вошли в адресную инвестиционную программу Тверской области, которую 7 декабря рассмотрело правительство региона. Все одобренные проекты являются важными, как для Верхневолжья в целом, так и для района, где они будут строиться. Начиная от шоссе, соединяющих федеральные трассы, и заканчивая объектами здравоохранения. Роман Быков продолжит. Адресная инвестиционная программа Тверской области рассчитана на ближайшие три года. Кстати, далеко не во всех субъектах страны она имеется. А в ЦФО, по объемам ее финансирования, Верхневолжья занимает третье место. В список вошли 49 объектов в 24 муниципалитетах. Одни уже реализуются, над другими работа только начинается или скоро начнется. Причем немало проектов включены в список по просьбам граждан. Среди приоритетов транспортная инфраструктура. Это в том числе строительство хорды транспортной, западной хорды, которая соединяет трассу М-10, М-11 и трассу М-9. У нас таким образом получается транспортная доступность, которая будет создана для развития муниципалитетов, находящихся на практически севере нашего региона. Конечно же, это работа по строительству западного моста. Также в адресную инвестиционную программу включено строительство объектов в рамках газификации юго-западных и северо-восточных территорий Тверской области. В том числе возведение новых газовых котельных, а также реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 муниципалитетах. Будут введены в эксплуатацию газовые сети в Красном холме, Нелидове, Оленине. Построены станции водоподготовки в Куженке Небалаговского района, Лихославле, Калашникове и других территориях. Значительная часть средств пойдет на объекты здравоохранения. Их к реализации запланировано рекордное для Верхневоложья количество. Это четыре детские поликлиники, которые запущены в работу. Это несколько поликлиник и взрослых, и больницы с стационаром. Балаговский район, Куршинова, Калязин, Кашин, Кимры, Торжок, город Тверь. Это ремонты больниц и строительство новой областной больницы. Также планируется ввод в эксплуатацию школы на 1224 места в микрорайоне Южной, новых детских садов в областном центре, а также в Вышневолочке и других территориях. Что касается сферы физкультуры и спорта, то в Тверской области продолжится, либо стартует строительство целого ряда объектов. В частности, центров грибных видов спорта, а также крытого футбольного манежа. Завершая обсуждение адресной инвестиционной программы, Игорь Руденя поручил закончить все конкурсные процедуры в первом квартале следующего года. Кроме того, по словам главы региона, в текущем году впервые сформирован лист ожидания, когда при получении дополнительных средств появится возможность начать работу над новыми проектами. КОНЕЦ КОНЕЦ